Всем привет! Мы сейчас на Купай Арбат, и здесь находится около пяти человек, несмотря ни на что, несмотря на холод, несмотря на отобразительную погоду, несмотря на жуткий ад вообще, который творится в Москве. Несмотря на это, на Купай Арбат сейчас собралась. Здесь человек, правда, три из них уходят. Я надеюсь, вы меня видите, слышите, уточните, пожалуйста, это. Скажите, что вы меня видите, слышите ли вы меня, слышите ли вы меня. Вы меня видите, слышите. Почему они так мало народу загнали, что ли? Я не знаю, но вообще холодно, во-первых. А, погода? Да, в этом числе. Я смотрю, это уж Мона Омона тоже нет, тут они по углам стоят. Да. Тоже холодно. Да. Так что вы меня видите, слышите, или как? Не понял. Не вам. Хотя всегда. А тут значки какие-то иногда бывают. Иногда бывают. То есть это тоже неуправляемая реакция, да? Ну, тогда как. Ладно. Это в хорошем виде, слышите. Ну... Так вот. Кто ещё... Привет. Привет. Я здесь. Никуда не пропадал. Слушай, а расскажи, а почему здесь, почему людей так мало? Что? Расскажи, почему ты здесь, наверное, на то, что людей так мало? Я думаю, потому что... Ну, их не то, что мало, их вот на улице мало, а вообще, я думаю, что они в окрестных кафешках сидят. То есть в Данкине сейчас сидит как минимум 3 человека, но вместе со мной. То есть я там на ноутбуке, в Твиттер пишу, на Дёрте, на Лепре там, ну вот. То есть кто-то в Муму, я думаю, сидит, кто-то ещё где-то здесь в окрестностях сидит. Ну вот. В принципе, достаточное количество людей. То есть когда и жарко тоже было, днём примерно такое же количество было. То есть для прохладного дня, как сегодня, я думаю, это достаточное количество людей. Но с вами к вечеру должны, я думаю, подтягиваться ещё. Просто там приходят на Купай Амбат. Скажи, а что ты говорила? Ты слышал об Купай Кремль? Купай Кремль в Твиттере прочитал буквально два часа назад. Что ты думаешь об этой акции? Я думаю, что если там единомышленники такие же, как и мы, здесь собрались, то это здорово. Но я там не был, не видел до сих пор, в Твиттере прочитал об этой акции два часа назад. Поэтому, может, надо сесть и посмотреть, что там происходит. Понятно. Спасибо. Привет, ребята. Привет. Всем привет. Так, такой вопрос. Вы не считаете, что здесь маловато народу сейчас? Почему маловато? Все люди здесь просто не скапливаются в одном месте. Они здесь, да. Поближе. А вот завтра Народный Аркомитет, который будет определять все место для лагеря. Вы считаете, что он не оставался здесь? Конечно. Да. Не надо оставаться здесь. В чем преимущество этого места? Не знаю. Ну, здесь просто какое-то место. В Пиртилянье. Здесь больше на... На Страх. Почему, например, не Красная Площадь, не окупая Кремль? Там сложнее собираться. Пока там сложнее. Ну, придет время и до Красной Площади. Ну, пока до этого не дошло. Ну, как не дошло? У нас четыре человека. Ну, пускай Путин знает, что мы захватили Красную Площадь. Угу. В скором времени, да? Угу. Будет вредно. История, она запишет. Сколько времени? Вернёмся сюда. Ну, ничего. Привет. Вернёмся сюда. Да, привет. Как самочувствие? Да. Как самочувствие? Ну, хреново. Холодная ночь. Да, при холоде здесь очень жутко. Может, тебе... А ты думаешь, что стоит перейти в какое-то помещение? Нет, я... Ну, ночью, наверное, я буду пытаться куда-то устраиваться. Ну, днём надо быть здесь, конечно. Почему? Ну, потому что я, как бы, это место нашего лагеря. То есть моего лагеря даже получается. Почему твоего? Ну, потому что в моём лагере, например, нет охраны националистов. А что не так? Что не так? Ну, потому что здесь не нужна никакая охрана. И люди просто разгоняют нормальных людей. Кто меня категорически не устраивает. Как ты думаешь решить эту проблему? Кто? Как ты думаешь решать эту проблему? У меня есть лагерь, за который я голодаю. Здесь улица Арбат. Здесь можно ходить и устраивать лагеря кто угодно. Я никому запретить этого не могу. А вот здесь есть плакат на протестную голодовку. Требует к мэрии города Москвы о представлении лагеря народа на родные гуляния. Постоянного места проведения. Логично. Вот. Вот так примерно это и выглядит сейчас на Купай Арбат. В общем... Сколько смотрит народ? Ну как, человек 70 есть? Да. Вот. Давай к нам. В общем, ребят, я надеюсь... Вы меня простите, если я больше не буду отсюда стримить. Националисты здесь. Если я больше не буду отсюда стримить, поеду на Купай Кремль. Давайте я поеду на Купай Кремль прямо сейчас, хорошо? Давайте прямо сейчас двину на Купай Кремль. Там все четыре человека. Давайте прямо сейчас двину на Купай Кремль. Давайте прямо сейчас двину на Купай Кремль. Ну что, я думаю, большинству интереснее находиться на Купай Кремль. А сейчас... Я, кстати, напомню такую вещь сейчас. Я пришел сюда, отдал 2800 рублей астраханцам. А ты там не один, ты и лоб на место подходи. Так вот, отдал астраханцам, собственно, их 2800. Нам 200 рублей я оставил себе. Нам нужно еще 1200 рублей. Завтра поезд. И до завтра пробуем насобирать 1200 на мой кошелек. Большое вам спасибо, если вы все-таки поделитесь людям на билеты домой. Они стоят, говорю, по 2000 рублей каждая. Москва, Астрахань, на поезде, плацкарт. И, соответственно, очень прошу каждого из вас хотя бы по 100 рублей туда сдвинуться. Давайте. Я прошу... Можно немножко денег? Можно немножко денег? Пошел. Я прошу на небольшое пожертвование. Да, вот именно этот кошелек. Я нашел кошелек в поддержку трансляции. И если вы поможете ребятам из Астрахани, это будет очень здорово с вашей стороны. Давайте. Всего хорошего.